Друзья, всем привет! Сёрферы-бездельники Девианты. Провожаем наши эфиры. И сегодня у нас будет второй эфир. Я не знаю, можно назвать это как проект, как цикл «Украинцы за рубежом», который рассказывает о том, вот, как они адаптировались к новой реальности, как выглядит жизнь за рубежом и чем отличается от, собственно говоря, украинской. И первая беседа, которая у нас была с Анастасией Алексеенко, она сейчас находится в Великобритании, она вызвала огромный интерес. Мне пришло несколько десятков предложений сделать и продолжить такие беседы с нашими украинцами, которые живут где-то там в Австралии, в Канаде, в США, в Европе, в общем, где угодно. И мне показалось это интересным, потому что люди разные, со своим опытом, со своими взглядами на жизнь, они, в общем-то, пытаются резюмировать то, что наблюдают кто-то там на протяжении нескольких месяцев, кто-то на протяжении нескольких лет, а кто-то на протяжении нескольких десяти. Вот Алексей Шестопалов любезно предложил, так сказать, свой опыт из Австралии, где вы находитесь сколько уже лет? Добрый день, Алексей. Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые слушатели. Я нахожусь всего лишь на всего второй месяц, но у меня впечатлений настолько много, что, я думаю, у нас получится отличная беседа. Да, то есть вы оказались там вследствие войны, или вы уже давно живете за границей, ездите по миру, где-то в других странах жили? Откровенно говоря, я выехал из Украины в конце августа этого года. Я выехал легально, и в любой момент я могу вернуться в Украину, как и обратно из нее выехать, если кого-то интересует вопрос легальности моего выезда из страны в это время. Чем вы занимаетесь вообще? И почему именно Австралия? Почему выбор полный Австралия? Ну, вкратце я хочу быстро рассказать про себя. Я выпускник КПИ, факультет информатики и выпускник Нархоза Института развития фондового рынка. И 20 лет я занимался автоматизацией участников рынка ценных бумаг, а именно торговцев ценных бумагами. И все эти 20 лет я и работал в IT-структурах при комиссии по ценных бумагам, я вертелся везде, всего, чего касается корпоративного управления с точки зрения айтишника. И моя статья, опубликованная на хвыле, это была финтэссенция всего моего 20-летнего опыта. Скажем, почему, говорится, оно не взлетело? Скажем так. Как я оказался в Австралии? В Австралии очень, по большому счету, это действительно очень далеко, даже по современным меркам, то есть лететь туда можно сутки, а можно и полутора суток. 30 часов? Да. Скажем так, я летел не на пустое место, у нас уже тут целая компания, на протяжении 5 лет я удаленно работал из Украины на австралийский финтек стартап, и у нас уже образовалась здесь такая команда выходцев из Украины, и фактически я уже был последним дополняющим звеном. У нас тут техлит, DevOps, я фронтенд и бэкенд разработчик, и в принципе мы сейчас работаем над большим финтек стартапом, очень интересным, скажем так. Но почему Австралия? Потому что, говорится, здесь была принимающая сторона, именно потому, что мне помогли, говорится, с размещением, с помощью где, что, как, почему, рассказать, показать, помочь. Именно поэтому Австралия. Ну и во-вторых, я уже здесь был в гостях в семнадцатом году. Мне здесь очень понравилось, и привезя свою семью сюда, мы ни на минуту не пожалели об этом. Ну, давайте начнем вот с первого, первое впечатление. Вот я, допустим, когда приезжаю за границу, ну, я обращаю внимание на все, на систему организации работы таможни, там, система организации пограничного контроля, система организации пространства. Ты, допустим, едешь на машине, там, заезжаешь, переезжаешь, там, из Польши в Словакию, и ты уже видишь нюансы, которые, ну, отличают страны. Хотя лучше это для многих украинцев, там, они, если едут, то, ну, оно все похоже, там, может быть, достаточно. Но переезжаешь там в Италию, или из Швейцарии в Италию переезжаешь, или из Иордании в Сирию, вот, мне приходилось там бывать. Ты все равно видишь какие-то нюансы, которые даже очень похожие страны, очень похожие народы, вот, но все-таки отличают, в ту или иную сторону. Ты все равно мимоходом это сравниваешь. Вот, ваше первое знакомство с Австралией, оно, ну, произошло, наверное, при пересечении пограничного контроля, там, да? Ну, и как это все было организовано? Почему я спрашиваю? Потому что Австралия, это одна из самых жестких стран в плане... Да, да. ...вообще ограничили, связанных с приездами настралцев, связанных с тем, что ты можешь ввести, ну, там, и так далее, и так далее, и так далее. Первое впечатление, это был, говорится, жестко работающий, государственный механизм. Везде есть определенные правила, и любое нарушение их жестоко пресекается, ну, и, соответственно, карается. Но, в дополнение к этому, даже на самом пограничном переходе, я отметил, очень доброжелательность австралийцев. Причем это касается не только нас, украинцев, потому что есть определенный пиетет со стороны, говорится, австралийцев к нам. Но вообще везде, всюду, везде пропагандируется нулевая толерантность к любому виду агрессии, к буллингу, скажем так. Проходя мимо, возле одного из пабов, я видел табличку. One punch, one year. То есть, малейшая какая-то драка за один удар, ты сядешь. Все, скажем так. Настолько дружелюбное и безопасное, и комфортное место, это просто-напросто не передать. То есть, вот именно вот эти две первые вещи, которые просто бросаются в глаза. Первое, это жестко работающая государственная машина. Второе, это дружелюбность, доброжелательность. Кому бы ты ни обратился, скажем, на тебя обратят внимание. Да, конечно, в рамках разумного. Но тут очень цены small talks. Когда ты к продавцу в магазине можешь перекинуться пару фразам. Причем это может быть про все, что угодно. Про погоду, как подорожали цены на продукты, или наоборот, как подешевели, как хорошо. Это может быть какая-то шутка и так далее. Это очень сильно располагает и это очень сильно влияет на уровень отношения к тебе. Если ты, собственно говоря, вот тут ты понимаешь смысл вот этой фразы how do you do? То есть, собственно говоря, в зависимости от того, как ты ответишь на эту фразу, или ты просто отморозишься, что-то там, рецептивнешь, скажешь, да, ну, тебе, соответственно, такое отношение. Если ты, наоборот, придумаешь какой-то нестандартный ответ, не просто там, да, типа, все нормально, рецептит меня там и так далее. Если же, наоборот, ты там какую-то там шутку к этому привяжешь, и что это такое? Это покажет твое расположение к собеседнику, и это будет предтечью к чему-то, может быть, другому. Или не будет, скажем так. Но это создает вот всеобщую такую атмосферу доброжелательности. То есть, вот ты просто-напросто, находясь здесь, ты в ней купаешься, и это меняет твое состояние, это меняет твои мысли, это меняет твое настроение, скажем так, и это круто. Это настолько круто, в принципе, быть здесь, скажем так. Но, конечно, как у любой монеты, есть и другая сторона, о которой, собственно говоря, я могу повествовать и дальше. Я сделаю акцент особо, что заметим, что 200 лет назад Австралия это была страна, куда слали каторжликов. То есть, всякое требие всяких преступников. Я буквально вчера в эфире, или позавчера в эфире приводил пример, что Британия в конце 18-го, в начале 19-го века, она туда пачками просто слала людей за мельчайшие правонарушения. То есть, 57 процентов преступников это были те, кто там украл курицу, там подрался с кем-то там. Короче говоря, вот то, что в наших реалиях очень часто вообще даже не карается или обращается в либалия на это не только в Украине, но и в других планах. Но тогда в Великобритании такие образы избавлялась от излишнего пассионарного или такого криминального элемента, там были жесткие законы. Но, как видим, спустя 200 лет это отнюдь не помешало создать вот такое общество, в котором вы говорите. И это как раз, как мне кажется, прекраснейшая иллюстрация того, что все отсылки на то, что там вот у нас такой менталитет, что вот мы там что-то не можем, потому что у нас такой менталитет, мы не можем изменяться, но это все туфта. Потому что если человек или социум уберется за голову и хочет достичь какого-то хорошего результата, то вот смотри на Австралию и ты увидишь воочию, как это происходит. И второе замечание это по поводу вот этой коммуникации, это то, что у нас в Украине по-прежнему многие не понимают, насколько это важно вообще развивать коммуникативные способности у человека, потому что правильная коммуникация определяет очень многие результаты, начиная вот от такой банальной коммуникации в магазине, где ты устанавливаешь человеческие отношения с продавцом. У меня вчера супруга рядом находится, пошла в банк в Ощаде, как бы там ей нужно было за школу проплатить что-то, и на нее сразу как бы вызверились там, а вы что? Ну, в духе я тебе ничего не должна, но, короче говоря, ты давай вали отсюда побыстрее. То есть в Австралии это, по всей видимости, немыслимо, потому что Да, это unbelievable, скажем так. Да, реально. Вот, вот мне нравится, с таких вот нюансов мы как бы, я думаю, и ткань нашей беседы и садкем. Давайте, поехали дальше. Итак, дальше вы начинаете вот входить в эту, в этот социум, и это всегда связано с процедурами, с процедурами принятия чужестранца, чужака, да, ты должен стать своим, ты должен показать, что ты, ну, в общем-то, не опасный, ты несешь полезную добавочную ценность какую-то для этого социума, и этот социум, соответственно, тебе открывает дверь. Вот как это в Австралии происходит? Ну, скажем так, украинцы для Австралии это всего лишь навсего одни из многих, скажем так. В Австралии живут очень много выходцев практически из всего земного шара. буквально сегодня я общался с южноафриканцем, с белым южноафриканцем, который переехал сюда из-за того, что у них, говорится, пришли к власти Нельсу Мандела и так далее, и так далее в 90-х годах. И, скажем, когда, то есть, вот такое уже второе впечатление, ты себя ощущаешь каким-то варваром где-то в Риме. То есть, ты понимаешь, что сложность твоя, точнее, сложность окружающего мира намного сложнее, чем ты себе мог представить и чем ты способен поперва переварить. И тебя это подталкивает к большой внутренней перестройке, что ты должен перекроить себя, ты должен поменять прошивку в прямом смысле слова. Потому что по старым лекалам, по старым привычкам, здесь так, то есть, по старым украинским привычкам, здесь так не работает, вообще не работает. Скажем так. Я бы в первую очередь, одним из факторов адаптации хотел бы, отметить знание языка. И всем бы посоветовал бы. Ребята, грызите гранит английского языка. Рано или поздно он, может быть, спасет вашу жизнь. То есть, для более-менее сносного существования в Австралии нужен хотя бы минимум B2. То есть, это intermediate, а еще лучше upper intermediate. Потому что без языка вы просто-напросто будете поначалу обузой кому-то, вы будете постоянно кого-то дергать, кого-то просить и так далее, и так далее. Без языка здесь очень и очень тяжело. Самое главное это listening. То есть, вы должны на слух воспринимать речь. Слушайте какие-то передачи, слушайте англоязычный контент, который вам релевантен. Смотрите мультики, если дети, смотрите фильмы без перевода и так далее, так далее. если вы приезжаете сюда и собираетесь подаваться на рабочую визу, вы однозначно будете сдавать IELTS. IELTS это довольно-таки серьезный экзамен. Без подготовки он просто-напросто так, вы его не сдадите, потому что это нужно знать, что требуется, как требуется, в какой последовательности, и это довольно-таки стрессовый экзамен. Это танец, который вы должны правильно станцевать. Второе очень важное требование по поводу английского, вы должны уметь спелить свои имена, спелить свои даты рождения, потому что вы очень часто будете общаться с холл-центрами, вы будете оставлять свои адреса, номера телефонов, свои адреса электронной почты и так далее, и так далее. Я, например, для себя придумал очень шикарную схему использования натовского кода, альфа, там си чарли, дельта и так далее, и так далее. И все это отлично понимают, потому что на слух просто сказать там, что у меня адрес электронной почты алекс собака шестопалов киевюэй, извините, для местных это просто кошмар, и все правильно его записать с первого раза, скажем так. К дополнению к всему этому мне позитивно сыграло это наличие принимающей стороны, потому что одно из самых негативных экспириенсов в Австралии это жуткая дороговизна недвижимости, имеется ввиду арендной. Не надейтесь, что приехав сюда вы сможете перекантоваться где-то в отелях. Отель это минимум 100 баксов в день, скажем так, и дешевле вы не найдете. И не думайте, что где-то в регионах она будет дешевле. Нет, еще ничего подобного. Если у вас будет принимающая сторона, понимаете, это ресурс, причем который рано или поздно заканчивается. Никто не будет вас содержать месяцами, а то или годами, пока вы будете адаптироваться, пока вы будете изучать язык и так далее. Мне повезло, что фактически я уже пять лет работал на австралийский стартап и по приезду мой работодатель просто мне арендовал квартиру и фактически стал поручителем по этой квартире, потому что, откровенно говоря, в Австралии рынок аренды это рынок арендодателя. То есть, арендодатель выбирает, кому он будет сдавать в аренду и, конечно, если он видит какую-то историю предыдущих взаимоотношений с другими арендодателями, никаких, рецепросросрок и так далее, то, конечно, он выберет кого-то другого, а не украинскую семью, с тремя детьми, без работы, без английского, без ничего и так далее. Я в разговоре буду говорить доллары и подразумевать австралийские доллары. Вы должны понимать, что австралийский доллар в полтора раза дешевле американского. Ну, так вот, представьте, аренда квартиры с двумя спальнями может стоить где-то порядка 600-800 долларов в неделю. В неделю. Причем, рецеплата снимается еженедельно и перед заселением вы должны положить на депозит лендлорду, это арендодателю, рецеплата четырехнедельную стоимость, плюс еще один месяц, то есть, фактически, разовые расходы на заезд в какие-то апартаменты, это шесть кратных недельных плат. фактически это где-то порядка трех-четырех тысяч долларов сходу. Без этих денег вообще, рецеплата, никто с вами рецеплата и разговаривать не будет. Коммунальные услуги в эту сумму не входят. Еще такая есть очень большая морока с перерегистрацией всех счетчиков с арендодателя на имя арендатора, на вас. То есть, вы вынуждены контактировать со всеми поставщиками, всякими гургазами, электрическими компаниями и так далее, рассказывать кто вы, что вы, почему вы, какой номер счетчика. И с этим очень большой бардак. В том плане, что, особенно в старых домах, когда, говорится, непонятно, говорится, какой номер это счетчика. Бывает там один счетчик на две квартиры, или наоборот одной квартиры два счетчика и так далее, так далее. Это довольно-таки большое марокко и даже для англоговорящего это нужно время, чтобы с этим разобраться. Для человека, у которого нет языка, это практически нерешаемая задача. Второй фактор, который позитивно сыграл для меня, это наличие сбережений. Для меня было большим удивлением, что наличный американский доллар здесь оказался практически бесполезным, потому что спред при продаже его в местных обменках на австралийский доллар просто конский, порядка 20%. Это просто ужас. Я спрашиваю, почему так? А потому что нет спроса, потому что практически американский доллар здесь никому не нужен. То есть максимум есть какие-то обменки при туристических агентствах, которые, если ты выезжаешь куда-то в Штаты, меняют на 5, что спред доходит до 20%. Он просто гребительский. И по моей практике, на моей практике наиболее удобное, наиболее ликвидное, как деньги сюда возить, это долларовая USD-шная карточка хорошего украинского банка или какой-нибудь польского. То есть если вы едете сюда, не везите сюда пачки этих долларов USD-шных, они здесь не нужны, вы здесь только потеряете. То есть снимать можно, то есть иметь USD-шную банковскую карту, можно снимать заплатив 2% комиссии, что в принципе комфортно, я считаю. Поэтому улица математика такая. Точно так же украинскими картами гривнем можно здесь рассчитываться, но тут же лимиты нас банка 100 тысяч гривен в неделю. По поводу принимающей стороны, которая меня приняла, ребята просто молодцы. Они буквально в первый же день купили в квартиру всю бытовую технику. поехали в Икею, купили все недостающие мебель, тарелки и так далее. И буквально на пятый день мы купили автомобиль. И для меня это был опять же вызов, челлендж для меня, потому что в Украине я не был автовладельцем. И мне чисто психологически я себя некомфортно чувствовал за рулем, хотя у меня были права, у меня был какой-то опыт. Но здесь я просто-напросто понял, что без автомобиля здесь никак. И для меня это был опять же пинок изменить себя, то есть посадить себя за руль, понимая, что нужно и ребенка в школу возить, и куда-то ехать, и так далее, потому что расстояние здесь большое. Представьте, площадь Киева порядка 850 квадратных километров, площадь Большого Сиднея 18 тысяч квадратных километров. Ого! Половина на Киевской области. Да, он громаднейший. Из-за того, что здесь очень низкоэтажная застройка, то есть он очень большой, то есть Сиднея делится на так называемые субурбы. Их тут порядка то ли 600, то ли 700. И когда говорят, где ты живешь, я живу там в таком-то, не говорят, что я живу в Сиднея, а конкретно говорят, я живу в таком-то субурбии, вот такой-то, такой-то. Вот мой субурбий это Вариуд. Живу это северные пляжи. Скажем так, и без машины перемещаться здесь практически нереально. Да, есть очень большая сеть общественного транспорта, но из-за постоянных остановок, то есть та дорога, которая на машине можно проехать там за 50 минут, на общественном транспорте ты будешь ехать 3 часа. Скажем так, то есть вообще никак. то есть только на короткий общественном транспорте можно говорить. да, да. И то, скажем так, при том, что жизнь довольно-таки дорога, но бензин стоит относительно копейки, вообще копейки стоит. Допустим, бензин стоит порядка где-то доллар 90, ну почти 2 доллара, скажем так, а проезд в общественном транспорте, ну, в зависимости от расстояния, ну, доллара где-то 5-6. И очень часто, даже на короткие расстояния, тебе проще сесть в машину, до пляжа проехать, мы живем где-то 10 минут пешком до пляжа, и проще на машине подъехать, чем ждать тут автобусды, комфортнее с собой какие-то шезлонги взять и так далее, так далее. Значит, вернемся опять же к принимающей стороне. Ребята просто молодцы, и опять же совет приезжающим украинцам, даже если вас кто-то согласился приютить и поделиться жильем и так далее, понимайте, что это все временно. Любое проживание, говорится, под одной крышей, это нюансы быта, это какое-то стеснение, которое рано или поздно превращается в какую-то нервозность и так далее, и так далее. И помните, что это все временно и ресурс, который вам дан для того, чтобы вы освоились здесь, скажем так. Так, по поводу адаптации здесь в Украине, украинцев в Австралии. То есть Австралия откровенная страна иммигрантов, и особого пиетета, говорится, в бывочной повседневной жизни к украинцам я не заметил. Очень часто, когда ты с кем-то общаешься, и тебя спрашивают, ой, ты откуда? Говорят, ну вот я с Украины, а они, а, ну да, у вас война, говорится, и все, и пошли дальше. То есть фактически там, да, бывает, сочувствуют и так далее, но вот прям вот каких-то, ой, 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 у вас война, говорится, я не заметил, скажем так. Ну да, война, но это далеко, говорится, скажем так, да, говорится, Путин нехороший человек, говорится, но фактически такого прям, ой, вы бедные, несчастные, вам нужно помочь, вот так далее. И ни капли такого нет. Василий Камьянин про Индонезию рассказывал, которая находится там плюс-минус на одной широте. Да, 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 Бали рядом, да. Да, да, то есть вовлечение вот где-то такое же, это где-то на другом конце земли, и, ну, не совсем понятное, а если понятное, то не совсем задевает интересы непосредственные же. Ну, как вот для Польши, допустим, это все понятно, потому что это рядом, это вовлечение, связанное с историей, там, с экономикой и близостью России. А в Австралии, получается, вот мотивы несколько иные. И, скажем так, украинцы, приехав сюда, в Австралию, они порой, скажем так, ищут себе подобных для того, чтобы не пытаться измениться и каким-то образом адаптироваться к новым реалиям, а пытаться как-то скучковаться и жить в каком-то замкнутом мирке. Откровенно говоря, многие австралийские и украинские паблики, они токсичны, я бы сказал бы. И, скажем, люди обсуждают такие вещи, например, ой, а где, мне говорится, найти какого-то украиноговорящего, какого-то специализированного врача. То есть человек, кажется, не соизволивается как-то научить английский, человек не соизволивается взять какого-то переводчика, или, допустим, человек просто-напросто пытается переложить свои неумения на плечи другого. Например, меня также очень сильно возбудил вот такой пост. Мы живем в Мельбурне, а моя мама очень хочет увидеть Сидней, но у нее нет ни языка, у нее нет ничего. А вот кто-то может ее, в Сидней, встретить и показать город. Вот как-то так оно выглядит очень как-то вот чисто, не знаю, эгоистично и нежелание понять интерес других и свой интерес. И вообще, кстати, по поводу структурирования своей жизни, Австралия, она очень дает золотой пинок для понимания, что любая твоя ошибка будет тебе очень дорого стоить. И то, что, и умение структурировать свою жизнь, кто ты есть, что ты хочешь, как ты собираешься этого достичь, что тебе, верится, поможет в этом, что, наоборот, будет тебе противостоять в этом. Оно очень тебя дисциплинирует и очень ненужное в жизни, оно все отбрасывается. И очень часто ты какие-то вещи воспринимаешь под вопросом. Это меня приблизит хоть на йоту к моей цели? Нет, это не стоит моего внимания вообще. И так далее, и так далее. Вот это здесь, оно очень помогает, верится, привести, верится, в порядок мозги, верится, их, верится, там, какую-то линию выстроить. И это просто очень круто, потому что, будучи в Украине, ты постоянно находишься в какой-то краткосрочной повестке, каких-то мельчайших задач, которые, опять же, тебя, верится, не ведут к твоей цели. Да, собственно говоря, ты даже не можешь свою цель ощутить, будучи в Украине. Здесь это легко, здесь комфортная атмосфера для творческих людей и вообще для людей, которые ставят себе какие-то цели в жизни. И тут очень классно заниматься долгосрочным планированием личного развития, своей семьи, своего бизнеса какого-то и так далее. Значит, по поводу поддержки, верится, Австралии и украинцев. По началу войны Австралия предложила украинцам беспрецедентную 786-ю визу, гуманитарную визу, которая дает полные права резидента страны с государственной страховкой. Все остальные мигранты из других стран просто, извиняюсь, обалдели от такой шары. То есть люди годами унижаются, где-то на каких-то бриджинговых визах сидят. А тут украинцам просто по наличию паспорта украинского давали такую сногсшибательную визу, о которой никто не мог мечтать. Но наши ребята не были бы украинцами, если бы это дело не споганили. И схема была какая. Ты оформляешь туристическую визу, там говорят, что у меня там какая-то есть принимающая сторона, приезжаешь и тебе сразу же по приезду эта туристическая виза конвертируется в эту гуманитарную, суперклассную. Но наши начали потихоньку врать. Ой, да, у меня там кто-то есть. Ой, да, 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 да. А тут же система работает как? Тебе верят. Тебе везде верят, потому что сказанному верят. Но только до УРЦа первого раза, как тебя поймали за руку. И это превратилось в систему. И тут опять же нулевая толерантность ко лжи, скажем так. И эту суперпрограмму в конце июля просто прекратили. И, к сожалению, сейчас для украинцев альтернативы особо нет. То есть приезжая, вот, например, мы приехали в Австралию, и мой работодатель подал на обычную рабочую визу, которой нет медицинской страховки. Я сам буду вынужден платить частную страховку. И она куда менее интересна, чем та гуманитарная виза. Только потому, что наши соотечественники испоганили этот подарок, который австралийское правительство предложило украинцам. Да, говорят, что вроде бы сейчас рассматривают какие-то изменения в бюджет страны Австралии, чтобы каким-то образом Австралия давала украинцам эти какие-то альтернативы. Но во всем воздухе вияет следующее. Ребята, мы вас сюда пустили. Ищите работу. Устраивайтесь, платите налоги. Если вы этого не сможете, рано или поздно, мы вас отсюда уберем. В свое время очень показательна была история, как граждан бывшей Югославии, во время этих всех конфликтов и войн в 90-х годах, Австралия тупо депортировала на самолетах тех, кто за какой-то период времени и не смог получить рабочие права, а Австралия надеялся перекантоваться на этих гуманитарных визах. Смысл очень простой. Мы вас сюда пустили. Пожалуйста, будьте любезны, осваивайтесь, работайте, платите налоги. Тут еще есть другая вещь, очень довольно неприятная для великовозрастных соотечественников. PR, то есть permanent resident, дается только до 45 лет. То есть фактически приезжая сюда 40+, шансы получить PR, а потом уже и гражданство, практически минимальные. То есть Австралия ставит определенный забор, ограничения. Нам нужны молодые, здоровые, готовые работать. А фактически те, кто привозит сюда родителей, я не знаю, какие у них перспективы, потому что каких-то вразумительных схем получить гражданство, проживая здесь, приехав сюда за 40, за 50, это очень тяжело. Дальше. Медицина. В принципе, очень созвучно, вручая, с тем, что говорила Анастасия из Легобритании, то есть все походы идут через GP, через general practice специалиста, который уже дальше перенаправляет твои вопросы к узкому специалисту, или же решает сама. Да, конечно, логика такова, что сложный случай, да, тебя, вручая, помогут, но если у тебя, вручая, твой случай терпит времени, да, могут там потянуть и неделю, и две, и три. И, конечно, да, могут быть такие случаи, когда у нас бегом уже, вручая, там, лучше на всякий случай дать антибиотик, чем не было осложнений, здесь потенциально могут затянуть. Ну, у нас пока еще такого случая не было, отлично, на смысл здесь уже два месяца, и, в принципе, мы к этому готовы. И особых точек соприкосновения с местной системой здравоохранения у нас нет, то есть еще не было, скажем так. Да, нам нужно будет оформить страховку частную. Кстати, еще такое замечание, всем приезжающим, Ребят, все мы, вручая, рано или поздно получаем какой-то, вручая, вследствие нашего образа жизни тот или иной букет хронических болячек. Нужно быть готовым к тому, что, вручая, какой-то период времени, вручая, вы будете вынуждены, вручая, лелеять эти хронические болячки каким-то образом самостоятельно или удаленно, с помощью украинских специалистов, украинских контактов, но еще не соприкасаясь с этой системой. То есть вы должны, вручая, каким-то образом адаптироваться или взять с собой запас каких-то таблеток, если вам это нужно. Скажем так, это не проблема сюда их привезти, но будет какой-то гэп и так далее. То есть об этом тоже нужно позаботиться. Конечно, вручая медицина здесь дорогая, то есть визит к general practice порядка долларов 70-80, и это только, вручая, входная точка. Если там будет какой-то узкий специалист, там уже и долларов 300-400, скажем так. Так, поэтому лучше быть... Это все австралийские доллары, я что-то понимаю. Да, да, да. То есть делите все, что вы говорите, делите на полтора. Вот когда вы там про гостиницы говорили, говорили про резин там, то это все делите на полтора. Да, это самое. Значит, ну тут опять же все подтверждается. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. По поводу транспорта. Как я уже говорил, есть очень разветвленная система, говорится, автобусных маршрутов, метро. Есть удобнейшее приложение, когда ты показываешь, я хочу отсюда поехать туда, и тебе, говорится, она сама строит маршрут, и буквально так, вот с этой точки, говорится, согласно твоей геолокации, ты должен выйти 3 минуты пешком, пройтись до этой остановки, и там будет автобус как раз. И будьте уверены, он там будет, скажем так. Но опять же, из-за того, что у автобусов очень много остановок, очень часто они, говорится, делают всевозможные круги изю, чтобы, говорится, охватить тот или иной квартал. Автобусами ехать очень неудобно и очень долго и так далее. Да, есть так называемые экспресс-автобусы, где ты, сев на автобус, говорится, можешь ехать по выделенной линии, и остановка там только третья, каждая третья, каждая четвертая остановка твоя. То есть он меньше останавливается, соответственно, быстро едет. Есть очень неудобная вещь, называется park and ride. То есть ты машину останавливаешь где-то в пригороде, или где-то в прицентральных районах, пересаживаешься на общественный транспорт, и тебе эта стоянка бесплатна. Дальше идем. Государственные сервисы. Я был, честно говоря, в шоке, насколько здесь все автоматизировано. То есть все, что можно автоматизировать, здесь автоматизировано. Все эти наши, говорится, просто-напросто нервно курят в сторонке. Потому что все настолько бесшовно происходит. То есть, допустим, ты купил страховку для автомобиля, и ты хочешь продлить регистрацию своего номера. И уже в другом интерфейсе, ты купил страховку на сайте частной страховой компании, буквально через 5 минут заходишь в кабинет на государственном сайте государственных услуг. Там уже все это подтягивается. Но столько все бесшовно. То есть нет ничего подобного. Буквально недавно я пытался сдать декларацию СПД третьей группы. И почему-то налоговая отбивала мои ключи. Я думаю, что же такое, говорится. Ну, как оказалось, налоговая сохранила, говорится, не тот ключ, говорится. Пришлось там играться с приватовским центром аккредитации ключей и так далее. Ну, зачем, говорится, мне вот это все нужно, эти все нюансы. Здесь же, говорится, это просто все, особенно после ковида государство инвестировало сумасшедшие суммы в максимально дистанционное обслуживание всех регистрационных сервисов. Хотя все равно без этого есть аналог вот этих наших ЦНАПов, Центрного дня административных послугов. Это просто, например, мы живем в штате Новый Южный Уэльс, НСВ. То есть сервисы с НСВ, где ты можешь сделать все. Начиная там от купли-продажи недвижимости автомобиля, говорится, ты можешь тут же рядом издать права, тест на права, рядом же будет инструктор. То есть просто практически все. И что меня еще больше удивило, на много услуг, на множество услуг есть централизованные государственные агрегаторы цен. Например, ты хочешь узнать, какова цена в моем районе на бензин? Ты заходишь на государственный сайт, где тебе покажут геокарту с точками, где находятся заправки, где какой бензин, где какой газ, где какой диз топлива, сколько стоит, тебе покажут динамику на каждой станции. И пожалуйста, и так далее. Причем это касается точно так же и страховых услуг. Например, ты заходишь опять же на государственный сайт, ты проходишь какой-то визар, где ты какие-то базовые вопросы отвечаешь, сколько у тебя опыт вождения, какая у тебя автомобиля, тебе, соответственно, государственный сайт предлагает, в зависимости от твоих ответов, те или иные страховки в тех или иных компаниях, какая стоит. Причем это навязано сверху. Причем вот такое ощущение, что вот в Австралии есть политическая воля у руководства навязать правила и добиться их выполнения. Скажем так, и все как зайчики, говорится, все рядом, строим, ходят и соблюдают эти правила. Если же этой воли нет, как у нас в Украине, ну, собственно говоря, так и получается. сикость-накость. Во время ковида были одежда из-за штучайших протестов, как у нас в Украине. Там были самые одни из самых жестких, вот если брать предпостояние, то именно Австралия там отличилась. Ну, во-первых, именно из-за жесткого государственного аппарата, который, во-первых, все не знали, что делать с этим вирусом, насколько он заразен и опасен. Они применили максимально жесткий режим. То есть люди сидели, говорится, по домам, говорится, то есть там можно было выезжать там раз в пару недель, говорится, в аптеку, магазин. И все было, говорится, конечно, очень плохо. Местные бизнесы очень стонали, скажем, потому что не было дохода, люди не имели зарплат и так далее. Но, скажем, да, то есть тут вот так работает система и, скажем, попротестовали, попротестовали, но все равно все понимают, что это все-таки на какое-то всеобщее благо и так далее. Дальше. Мировоззрение австралийцев. Конечно, за вот те два месяца, которые, говорится, мы здесь находимся, с одной стороны, у нас не так, что много было опыта общения именно с местными, потому что все-таки у нас есть своя здесь компания, говорится, с которой мы общаемся и по работе у нас есть свои ребята и так далее. но люди максимально открытые, люди максимально доброжелательные и если тебя спросили, говорится, как у тебя дела, вот опять же, то есть, да, конечно, можно уточнить, говорится, если у человека там пять минут тебя выслушать, но твой разговор, может превратиться там в чуть ли не целый философский тракт, почему, как себя, говорится, Китай ведет в Африке там и так далее, и так далее, потому что я общался сегодня утром с южноафриканцем, переехавшим в Австралию и так далее. И очень friendly и очень тепло, конечно, во всем есть свои меры и вот здесь нужно какой-то эмоциональный интеллект, чтобы понимать сторону собеседника, насколько ты ему интересен и насколько есть смысл продолжать разговор, потому что, если ты владеешь языком, то можно долго-долго общаться, скажем так, но в конце концов все равно тебе там тактично намекнут, типа, извини, товарищ, мне пора идти. Скажем так, я пытался как-то у ребят местных, которые уже 10 лет живут, они могут объяснить мне, вернется, местного чудака на букву М, и они просто напряглись, ты представляешь, мы не можем объяснить, то есть мы не можем себе представить какого-то такого плохого человека, который в действительности чудак на букву М, но в местных реалиях, то есть внешне выглядит все просто-напросто зайчиками-зайчиками, скажем так, в хорошем смысле этого слова. И вот просто-напросто какое-то, может быть, какое-то полуагрессивное поведение, но единственное, может быть, какие-то реднеки где-нибудь из какого-то, там, в какой-то провинции далеко, здесь в Сиднея их нету, хотя там как-то в будущем, в семнадцатом году в Австралии в гостях, да, я видел этих реднеков, да, они такие немного брутальные товарищи и немного даже агрессивные, скажем так. Это те, кто живут в глубине Австралии, занимаются? Да, 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 такие, очень, очень похожи на американских реднеков. Значит, в Австралии просто шикарная природа, просто непередаваемая, и у австралийцев нет какой-то вот тягости, ой, бы нам в Европу поехать, посмотреть там, ой, бы нам куда-то еще. То есть, они, вполне, довольны своим континентом, и они с удовольствием катаются, или там, захотели на лыжах, поехали в соседи Новозеландии, уриться, полетели, уриться, хотелось какого-то серфинга, вот, пожалуйста, пляж есть, океанский, там, что-то новое посмотреть, пожалуйста, там, на Golden Coast, и так далее, так далее. То есть, Австралия большая, и тут, конечно, есть что посмотреть, и местные здесь не скучают. У тех, кто не иммигранты, конкретно у местных, жизнь, откровенно говоря, довольно-таки вольготная, и австралийцы довольно-таки, как сказать, раскрепощенные, назовем это так, они, говорится, не отягощенные какими-то проблемами, не отягощенные каким-то необходимостью обеспечивания заработка, головной боли, говорится, где, говорится, взять деньги, чтобы оплатить там аренду, и так далее, и так далее. И очень часто, даже когда на работу принимают там какую-то менеджерская позиция, как правило, принимают лучшие европейцы, причем украинцы тоже подходят под эту категорию, чем местного, потому что все понимают, что европеец все-таки более конкурентный среди евроцовыращенный, и так далее, у него будет все в порядке, а у местных, у него может быть все спустя рукава, потому что здесь так не принято. А вообще, глобально говоря, вот конкретно по нашей сфере, по IT, здесь просто ужасно, говорится, нехватка IT-специалистов, просто тут их открываются ногами, и безудержный рост на ценник разработчиков, и так далее. И очень большая проблема с качеством. То есть, если очень много аутсорсов в ту же самую Индию, там во Вьетнам, там куда-то еще, и откровенно говоря, вот эти все ребята делают тяп-ляп. Проблема с качеством, соответственно, если вы делаете качественно, и так далее, то здесь можно очень хорошо устроиться, очень хорошо зарабатывать. Но хочу вас предупредить, невозможно работать на австралийцев, в будущем, в Украине. Все равно кто-то должен быть здесь, хотя бы кто-то, кто ищет клиентов, кто-то, кто каким-то образом представляет фирму, какая-то структура есть и так далее. То есть, например, ради вам могу рассказать историю про украинских ребят, которые, имея каких-то разработчиков в Украине, они вот, у нас есть какой-то IT-продукт, мы хотим его продвигать здесь, на австралийском рынке. Ну, им на пальцах рассказали, что нет, ребята, так это не работает. Кто-то из этих разработчиков должен быть здесь, а кто будет заниматься поддержкой, а кто будет, а как у вас бизнес структурирован, а если у вас какое-то юридическое лицо здесь, в Австралии, ничего этого нет, ну, извините, никто денег и не даст, скажем так. Поэтому здесь рынок очень, очень платежеспособен, здесь очень другие пропорции потребления, скажем так, здесь продукты ненамного дороже в Украине, но продукты, кстати, я должен отметить, очень качественные, очень вкусные, и у меня нету ни йоты, там, каких-то флешбеков, ой, как у нас в Украине все вкусно, да ничего подобного, говорится, здесь все, нам порядок лучше, нам порядок вкуснее и так далее. Но услуги, все, что касается сферы услуг, там, где задействован человеческий труд, это просто сногсшибательно, то есть, например, пицца стоит 10 долларов, если ты приезжую заберешь, но если ты закажешь доставку, это тебе будет стоить 20 долларов сверху, скажем так, везде, где задействован кто-то, и поэтому все бизнеса стараются каким-то образом автоматизироваться, где-либо, где можно, говорится, нивелировать, убрать человеческий труд, а перевести его на IT, говорится, везде, даже какой-то барчик на побережье, все равно, у него там у него будет свой сайт, у него будет свой столик заказов в онлайне, где ты можешь заблокировать, где ты можешь что-то, предзаказ делать и так далее, и придя в этот, как казалось бы, какой-то барчик, ты найдешь девочку, у которой будет планшет, айпад, где будет полноценная какая-то CRM-система или карта столиков уже с твоим заказом и так далее, сделается все очень классно автоматизировано, просто там очень-очень. Ну, это все позволяет планировать, планировать жизнь, планировать бизнес, потому что бизнес четко понимает, что у него, допустим, там на вечер, какие ресурсы необходимо подготовить, там и так далее, вот, поэтому... Юрий, на года, люди планируют на года, скажем так, то есть планирование здесь, ну, очень, говорится, большой горизонт, скажем так, и вот это, я, возможно, повторяюсь, вот эта долгосрочность, вот это, она очень радует, скажем так. Как Австралия, вот как австралийцы воспринимают себя в мире, да, потому что из того, что вы говорите, вытекает, что вот они, ну, из-за такой достаточно большой удаленности от всех остальных, плюс сама по себе большая, большой континент, вот, самодостаточный, то, ну, по всей видимости, это откладывает отпечаток на менталитет, то есть, вот как они свое место в мире определяют, тогда можно об этом. Ну, вот лично мое такое впечатление, что мы живем в раю, и нам больше никто не нужен, скажем так, то есть, ну, где-то там что-то далеко происходит, скажем так, ну, и что, то есть, мы самодостаточным и себя обеспечиваем, у Австралии, говорится, мощнейшая экономика, правда, сырьевая, конечно, да, есть очень большие экономические интересы Китая в Австралии, потому что очень много, говорится, предприятий выкуплено китайцами, и, скажем, проходясь по центру Сиднея, ну, где-то 70% пешеходов это китайцы, и тут есть определенный китайский фактор в стране, скажем так, и по поводу ощущения, по поводу внешней политики, говорится, Австралия всегда идет, говорится, фарватер до метрополии, по поводу ощущения, ребята, у нас все классно, вот реально классно, то есть, мы живем, говорится, в обалденном месте, говорится, давай, бери, говорится, серфинг, и пошли, говорится, серфингом займемся все то есть вот реально вот такое расслабленная классная жизнь в классном месте с классной природы с классной картинкой и так далее а все вот эти какие-то проблемы это все где-то там это у нас вообще не влияет и что меня еще удивило они улица смогли построить этом континенте самодостаточную страну со своим спортом со своей экономикой со своими финансами и и фактически они совершенно не находятся в каком-то информационной зависимости то ли от американцев туалет британцев туалет азиатов и так далее так далее если возьмешь руки местную газету 95 процентов будет локальные новости максимум что там будет там какой-то некролог про елизавете 2 и собственно говоря там и все то есть фактически вот эти все наши вот очень часто украинцы собираются там сильнее взлетал холл и пытаются там мотивировать что украина да 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 но все проходящие просто пожимают плечами лица и проходит рисует типа ну и что лица какое-то какое-то к нам отношение имеет скажем так при всем моем уважении рецепт засуку в украине и так далее так далее но скажем и вот все вот этим местным украинским сообществом порой трудно найти понимание финансирование для приема беженцев потому что я вижу очень много таких случаев когда наши приезжать а куда их деть куда их поселить и так далее это очень большая большая проблема скажем но чудо должна быть какая-то коммуникация с элитами как бы там даст с австралийскими то есть работать и потому что но на бытовом уровне понятно мотивация австралийцев очень далеко и тут только они по всей видимости должны быть организованы настолько чтобы выстроить вот эту коммуникацию для этого нужно понимать как его простроить как как и какие я не вижу этого я вообще не вижу этого я вижу какие-то местечковые какие-то попытки лица от мы тут какой-то там лица говорится взяли какой-то монастырь и его победили тут пристроили каких-то лица десяток беженцев вот тут народ молодцы это совершенно не системная работа скажем тогда реца ребята молодцы да ребята как-то это пытаются это не системно скажем так и я не вижу этой системной работы и опять же может быть все из-за географической отдаленности я думаю что в той же самой польши и так далее это все построено куда на более высокую ногу но вы знаете другой стороны я вот такую самодостаточность виталий видел да вот итальянцы они живут понятно что там у них более обостренная мигрантская проблема там потому что они объективно африка рядом африка рядом да там и а теперь и украинцы там хотя украинцы воспринимают очень неплохо вот так вот у итальянца тоже такой подход что у нас все есть у нас сборы культура еда инфраструктура все лучшее вот мы в последний раз когда ехали через италию это итальянцы такие говорили чего там чего возвращаетесь в украину у нас же у нас есть оставайтесь у нас типа и говорю ну ребят наша родина там этому нам мы там как бы там живем никуда не хотим уезжать вот но вот вот такой подход аналогичный и вот второе вытекающая как был с украины связанный вопрос по поводу россии русских то есть восприятие россии русских ну могу вам сказать что где-то на прошлых выходных будучи в центре сиднея мы увидели большую демонстрацию с аквафрешами то есть реально россияне собрали там я понимаю что там большей части это выходцы из россии и стран типа снг скажем так то наши украинцы комьюнити пытались у местных властей спросить ребята а что это такое но извините реца россия не агрессор у вас не то война не то и своего не понятно что и поэтому улица мы не можем запретить мы толерантны к всем точкам зрения и собственно говоря это был самый настоящий шабаш реца пророссийских сил и единственно что рецепт запретили вот эти все z символики и так далее а так там был рецепт полнейшая демонстрации и так далее но опять же реакция всех местных было нейтрально пофигистическая типа ну помахали но собрались рецепт через полчаса их не будет скажем так но с другой стороны вообще в обществе отношения к россиянам довольно таки отрицательная и есть такая волна по выдавливанию россиян из россии страны скажем так то есть если у тебя русский паспорт тебе могут продлевать там рабочую визу теперь это могут отказывать рецептам в трудоустройстве там то есть такое негласное то что правило не то что указания но я уже неоднократно слышал что россиян здесь не приветствует и даже те выходцы из россии с которыми встречались они при разговореются там кто вы где вы откуда то они реца очень осторожно высказывается по поводу войны в украине и пытаются по крайней мере лица показать что они переживают поддерживает украину и так далее потому что любые там попытки там каким-то образом оправдать действия россии скажем так не то что наказываются но рано или поздно бумерангом прилетят назад скажем так но по поводу россия глобально конечно это фарватер фарватере великобритании это помощь лица улица бронеавтомобилями было несколько пачек но опять же все это территориально далеко и доставить те же самые как они называются да 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 то всего на самолете перенебось перевести в европу это будет по стоимостью золотую прилетит европу скажем так но с другой стороны и на том спасибо скажем так попал так что россию воспринимает для австралии куда более серьезная проблема это китай потому что китайцы очень большими деньгами давно уже сидят здесь и например тот мыльный большой пузырь на рынке недвижимости он создан именно китайскими деньгами местное белое население просто стонет что из-за сумасшедших день цен на недвижимость обычная семья не в состоянии даже двое работающих взрослых они не в состоянии взять ипотеку там какую-то там квартиру дом именно из-за раздутых цен то есть ценники это миллионы то есть один два три миллиона и проблема в том что еще ставка кредитования не такая уже маленькая ставка где-то порядка там пяти шести процентов годовых это математически если с горизонтом там 20-30 лет ипотеку то это очень существенная переплата и это тяжело и при том что я так понимаю что эти ставки они плавающие с привязкой к ставке центробанка на волне подымать подъема ставок центробанка тоже с фрс как и синхронно все другие центробанки это делать сейчас это очень больно бьет по заемщикам местным так что рынок недвижимости очень сильно перегрет именно китайскими деньгами и отсюда реца такое соответствующее отношение к этой нации то есть по сути если они берут на 30 лет кредит да то плачевая там наверно раза в два там можно на калькуляторе посчитать кредитом но там там хорошая переплата будет вообще скажем местные далеко не все влазит в ипотеку тут в принципе принято несколько в ипотеку лазить сколько откладывать на жизнь всевозможные пенсионные фонды и так далее так далее и вот буквально вот мы живем рядом возле такой retirement village то есть это такая коттеджный такой поселочек где старички доживают свою жизнь очень довольно комфортных условиях то есть это не наши ужасные дома престарелых украинские а просто-напросто где они живут здесь могут навещать дети где они находятся под присмотром обслуживающего персонала и выглядит это все очень прилично с лужайками со скамеечками с видом на океан и так далее так далее и поэтому то есть ты по сути аренду арендуешь всю жизнь да но у тебя накапливаются это твой пенсионный запас который давал я проводить остаток жизни как хочешь да и вот тут нет такого фетиша аренды пардон владения недвижимости как у нас вот как это жительница в чужом и так далее так далее хотя откровенно говоря с другой стороны по словам моих друзей реца вот именно аренда и сами переезды это самый наихудший experience который есть в австралии потому что это организационно очень тяжело ты должен запаковать все свои вещи должен риса разобрать всю свою мебель ты должен забрать свою бытовую технику ты должен лица заказать какие-то грузовики каких-то носильщиков или сам это на своем гробу тащить привезти на новое место соответственно сделать перехлёст аренды чтобы тебя это еще не закончилось а новая уже началась там и так далее это организационно очень тяжело и физически очень тяжело и очень часто бывает хозяева захотелось им бриться вернуться пожить в своей квартире вот они тебя за два месяца предупредили и тебя вот этот начинается геморрой по поиску агентов агенты начинают искать и так далее а все-таки спрос на недвижимость аренду большой опять же рынок арендодателя и начинаются эти просмотры и так далее так далее и это очень тяжело очень то утомляет это затрата и ресурсно и денежно и так далее переезды это самое ужасное что есть в австралии в остальном это богатая комфортная безопасная страна с хорошим потенциалом для развития себя профессионально и для развития своей семьи есть какой-то есть какая-то дифференциация существенная в жизни условно говоря там между седнеем мельбурном там пертом да или как он перт правильно западная австралия это условно говоря камчатка на которые собственно только происходит майнинг то есть там только эти шахты там какие-то запасы лития и там вахтовым методом выработают работяги и у меня друзья жили в перте говорят что это очень маленький провинциальный городишко то есть ну по меркам по австралийским меркам два других города сидней мельбурн мельбурн говорят уже небезопасен мельбурне уже из-за большего процента мигрантов скажем бывают случаи грабежей и так далее и вот украинцы почему-то больше едут туда в мельбурн потому что там раза в два дешевле сидней все-таки это финансовая столица страны да она дороже но это наибольший город страны и соответственно здесь куда больше денег здесь куда больше зарплаты но и здесь куда больше расходы в северной территории поближе к экватору это все-таки более пляжный отдых и там уже там где дэнвер и так далее там уже всякие крокодилы комары верится размером с ладонь и так далее там уже чисто биологически небезопасно здесь же там да конечно это ящериц каких-то зайчиков кенгуру риса видишь и так далее но это все в пределах разумного безопасного и тут такого нет собственно где-то вот такое риса расследования это по крайней мере то что я вижу со своей колокольни с опыта пожития два месяца здесь и все надеюсь что вы еще поездите посмотрите там вода конечно бизбенд потому что страна действительно огромная даже вы говорили я там открыл карту уже начал смотреть куда бы я поехал юрий просто просто непередаваемо насколько классно здесь жить вот представьте 10 минут на машине ты приезжаешь на косу ты оставляешь машину и ты на кораблике переезжаешь через залив и там кемпинг по которым шастают такие двухметровые вороны кенгуру и там можно оставлять палатки пляжик есть какой-то барбекю и так австралийцы отдыхают то есть выходные кстати акулы есть на пляжах есть система оповещения то есть там специальные буи стоят то есть которые замещают акулы соответственно там обещают побережье что ребята тут акулы но там за год там сколько там один или два смертельных случаев опять же это все зависит море открывая тут холодная скажем так сейчас не то на улице днем плюс 25 воду австралийцы воду лезет кстати что меня поразило очень часто супермаркете можно увидеть местных австралийцев в пуховике но босиком вот у них вот такая вещь одни вряд лица настолько их воспитывать с детства закаленными что они могут босиком всегда в круглых годичных ходить но когда австралийское лето ну да холодновато они пуховики одевают ну и дальше босиком продолжают идти то есть еще не бывало скажем еще такой вопрос связано с едой вот еда какая-то кухня и да вот такой вопрос для многих значимый вот насколько это можно нормально питаться значит вот такой привычки как было в киеве что можно заработки айтишника идти чуть ли не в любой ресторан и тебе это будет по карману здесь такого нет то есть фактически реца любой поход в какой-то ресторан без разницы это европейская кухня или какая то там азиатская и так далее это будет порядка долларов и так 70 80 до 100 долларов на троих из семьи но на эти деньги вы в супермаркете можете купить намного больше продуктов и из этого сделать намного больше поэтому выход в ресторан это больше скажем так события чем какая-то рутинная вещь а еда опять же в супермаркетах доступная разнообразная очень богатый выбор то есть очень много просто стеллажей в супермаркет заходишь сколько ходишь для меня было большим удивлением что тут овощи дороже фруктов то есть например это тот же самый буряк он дороже манго для меня это вообще было шоком то есть такие казалось бы привычные для нас вещи как там огурцы помидоры они реально дороже чем там всякие бананы там и так далее так далее еда своеобразно на любой вкус и цвет и честно говоря мы не нашли ничего такого чего о чем бы мы мы не имели короче чего чего нету здесь лица что мы проимели в киеве в украине скажем так все же все здесь есть еще сверху хочешь мексиканскую кухню пожалуйста есть отдельный отдел в супермаркете хочешь японскую хочешь китайскую и так далее так далее из-за довольно таки большого процента китайцев населения есть специализированные районы магазины которые специализируются по китайской еде ну и вообще скажем так вот рынок здесь очень платежеспособен соответственно предложение здесь тоже соответственно и что еще очень нравится где бы ты не находился в каком бы отдаленном субурбии ты не жил тебе всегда будет инфраструктура под боком это будет какая-то больничка это будет какая-то поликлиника это быть какой-то gp это будет хороший супермаркет это будет стоматология это будет станция техобслуживания автомобилей и так далее так далее нет такого как в киеве ты должен куда-то ехать и так далее чтобы что там ребенку сделать прививку нет у тебя все под рукой и фактически очень часто тебе не нужно выезжать за районы своего субурба если бы неделями но так пару дней так точно а с образованием условно говорят детские мы сталкивались я не знаю девочка 7 лет и конечно для нас это был рецепт вопрос потому что только после получения рабочих виз местная школа рецептам как-то так рецепт ну да хорошо дарится потому что когда мы пришли и сказали что у нас гостевые визы туристические на нас так криво посмотрели как-то будут нет вообще детский садик государственных детских садиков здесь нет от слова вообще частные стоит просто дурные деньги это порядка рецепт 100 120 долларов в день скажем так школа паблик школы они бесплатны для местных дом и как просто рабочей визе мы будем платить порядка 7000 долларов в год принципе это не такие уже сумасшедшие деньги и но уровень образования в паблик школа довольно непосредственный и очень большая сеть частных школ особенно рецепт которые основаны по принципу монтесори но монтесори есть другая проблема они при достижении там 10 лет им просто априори нечего предложить и например у меня коллеги у них мальчику 10 лет он учится дистанционно в школе илона маска потому что австралийскому местному образованию предложить просто напросто нечего университеты откровенно говоря местные слабы то есть котируется европейское американское образование и вообще чувствуется что местные правительство особо не напрягается в воспитанию качественного человеческого материала они проще его импортируют извне собственно говоря те же самых украинцев и так далее так далее то есть зачем затратить ресурсы если можно получить готового специалиста который лица приедет будет лица платить налоги и так далее так что австралия это один из магнитов для мигрантов и скажем это бен-бен ситуации иммигранты выигрывают и собственно говоря государство тоже ну для образованных мигрантов да конечно конечно вот по рабочей визе которая так и называется скиллт виза и за того что сошлось и наличие образования наличие опыта до водки быстро получили визу без проблем ну то есть опять же говорил знание языка то что я еще будучи в украине сдал этот ielts скажем это очень позитивно сыграла для решения этого вопроса потому что иначе неквалифицированному работнику просто найти работодателя который станет его лица спонсором для получения рабочей визы это ох как нужно постараться потому что это вопрос очень и дешевый то есть работодателю нужно порядка где-то 10 тысяч долларов отдать на агентов на государство и так далее так далее для оформления рабочей визы и он соответственно и он должен быть мотивированным это сделать для тех украинцев которые успели сюда приехать по гуманитарной визе у них есть полные рабочие права но если сейчас приезжать в австралию тот я говорю что только квалифицированному специалисту и только специалисту который востребован здесь на месте и особенно одно то что касается врачей ветеринаров ребята но вам будет очень тяжело здесь подтвердить реце свои знания и так далее вам просто придется это все переучиваться а это года а это время это финансы которые далеко не у всех есть ну хотя мой одноклассник друг детства как раз в пирту ехал в свое время работал в структурах он врач именно врач урон там где-то в замбии там еще где-то вот после университета и потом переехал туда ну и вроде как бы вполне нормально но у него бы у него была история скажем так они очень любят творится людей с историк когда тебе есть что рассказать о себе миграционного офицера но имеется ввиду при подаче аппликейшена и вот так далее если она там подтверждается документально то вообще конечно тут целая индустрия связана с оказанием услуг по оформлению виз в том числе рабочих и есть там целые вот опять же это как танец который ты должен правильно сыграть ты должен чтобы у миграционного офицера при рассмотрении твоих документов просто-напросто сошелся пазл то есть все твои с одной стороны требования миграционного дела с другой стороны риса твои предоставленные документы если они как пазл рисуют к своими клиниями сошлись то у него собственно говоря вопросов не будет если там малейшее что-то не сходится какие-то там условно говоря ты там стоматолог техник а претендуешь на должность там за хирурга то уже начинается вопрос а если у вас релевантный опыта чем вы можете подтвердить там и так далее так далее если у тебя лица букву в букву риса допустим твоя образование совпадает с должности на которой ты претендуешь но тогда рыцам вопросов и не будет интересно интересно все все очень интересно структурировано и впечатляет и вы знаете вот что хорошо вся просто напросто свое время зубы сломал лица об изучении английского языка в том плане что его методично годами учил и представив ситуацию что мне нужно будет переезжать куда-то в европу и опять же изучать какой-то местный язык при всем уважении к там к польскому языку там немецкому и так далее так далее не просто напросто это было бы просто тяжело а тут хорошо то что приход переезд сюда и общение с местами для меня рецепт произошел настолько бесшовно умеет в касательно коммуникации что не просто комфортно здесь то есть я не чувствую кстати насколько насколько отличается вот английский австралийский томатом английского английского ну как не говорят что австралийский английский он тяжелее американского но буквально лица если с первого предложения ты даешь понять что ты не местный что ты рецене старлиц сразу того собеседника понижается планка и он с тобой реца более начинает внятно говорить и так далее то есть просто напросто бывает переспрашиваешь и сразу люди рецид более медленно говорят и так далее ну я еще не настолько осведомлен чтобы говорить что то есть какие-то перекосы да конечно бывает я не раз слышал когда там какой-то курьер привозит какую-то посылку и он там скороговоркой говорит реца какую-то фразу что вот он едет и так далее из которой ты конечно ничего не понимаешь но если ты буквально ему скажешь ой типа рисом могли бы вы повторить еще раз тебе второй раз фразу скажут нормально и ты и ты и поймешь скажем так но я в принципе пока еще я не ощутил может просто напросто еще ничего не настолько сведущий в английском но я думаю мне говорится американский английский был бы тяжелее тут очень чувствуется нотки британского английского больше британскому и особенно когда люди там назовем ты из высшего общества здесь то у них очень хороший на британский говор может быть и приношение может быть именно из-за того что у них видно было британское образование хорошо я думаю на этом закончим мы больше часа уже общаемся у вас уже это вас уже сколько почти 10 часов вечера да 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 без 13 10 вечера до причем в украине летом разница 7 часов зимой разница 9 часов потому что разнонаправлено время время период украины в одну сторону австралии в другую такие разницы в два часа происходит интересно я тоже подумал почему 9 часов когда мы договаривались об интервью вот оказывается вот так вот ну в любом случае спасибо большое спасибо прослушала и я думаю что публики точно также будет очень вот эти все истории алексея интересные поэтому я не знаю если у вас социальных сетях там аккаунты нуждаетесь ли вы в том чтобы да есть я буквально там недавно запустил парочку улицу там целую серию фотографий так чтобы люди могли ознакомиться с природой с картинкой как она всю выглядит о YES могу сказать выглядяда просто джественно скажем талис и пиньте мне да 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 мы так что хотели сказать закончили я всегда мечтал обраться жить рядом море или океан то есть вот вечером когда ты просто берешь машину едешь пять минут и вещи рассмотренный чертсяấn океан это настолько умиротворяет и скажем вся эта суета остается где-то там позади и вот это очень классно не могу не согласиться потому что у самого иногда такие мысли проскакивают когда ты находишься там где-то на крите там еще где-то смотришь на это все безбежные просторы вот и и думаешь да хорошо хорошо жить где-то в море или океана в свою мечту реализовали и и вы знаете положа руку на сердце при том что у меня в грине остались родители и друзья я ни на минуту не сожалел лица о принятом решении то есть несмотря на все оставленное там скажем так и где-то там с какой-то грустью где-то даже с каплей боли но я считаю что это было правильное решение ну это ваша жизнь и я думаю что каждый из нас стремится к счастью и собственно говоря если вы нашли в этом свое счастье свою свой покой свою гармонию жизни то это это прекрасно только можно приветствовать я надеюсь что наши зрители каждый по-своему такой путь найдет и придет к тому к чему стремится ну и в этом плане собственно говоря эти истории как раз об этом как каждый из нас ищет свою свою да я думаю лица они сделают свое дело лица если не путеводителем то по крайней мере какой-то мотивационной часточкой зайдут в голову нашим соотечественникам но с другой стороны все-таки хотел бы чтобы украины получилось чтобы пока украины получилось стать таким же уровень и раем по крайней мере улица чтобы счастье было тоже украина этого тоже хочется будем будем это еще стараться поэтому спасибо алексею за вот эту беседу всем кто хочет рассказать свои истории вот такого плана у меня появился интерес я думаю что мы будем вот с разных стран дальше подтягивать людей наших соотечественников которые разъехались и и ну собственно говоря будут рассказывать о своем пути к счастью и я думаю это все будет интересно спасибо еще раз вам спасибо вам да и обязательно киньте на ссылочку я я поставлю на этом дальше пока